МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габеша. И в начале, коротко, о некоторых темах выпуска. Готовится федеральный закон о российском казачестве. Об этом стало известно на заседании, которое прошло в Сочи накануне Всероссийского форума казаков. Часть водовода на Медовой перенесут до 1 октября. Решение наболевшей коммунальной проблемы обсудили на фланерке главы Сочи. В городе открылась выставка, посвященная фестивалю молодежи и студентов. Экспозиция собрана в Музее истории. Юношеский чемпионат мира по парусному спорту в классе РСХ состоится в Сочи. Город примет этот турнир в 2019 году. Владимир Путин обсудит созидательное разрушение на встрече с клубом «Валдай». Последнее перед выборами президента заседания дискуссионного клуба будет посвящено теме созидательного разрушения, сообщает РБК. На мероприятие, которое пройдет во второй половине октября, традиционно приедет глава государства. Очередное заседание «Валдайского клуба» состоится в Сочи с 16 по 19 октября. Мероприятие традиционно посетит и выступит на нем Владимир Путин, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О дате поездки президента будет сообщено дополнительно. Обычно Путин встречается с членами «Валдайского клуба» в последний день заседания. В этом году главная тема встречи – созидательное разрушение. Возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок. В этом году на заседание «Валдайского клуба» приглашены экс-президент Афганистана Хамид Карзай, экономист, первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жака Тали, бывший федеральный канцлер Австрии, руководитель форума «Диалог Европа-Россия» Вольфганг Шуссель и другие авторитетные спикеры. Всего приглашения получили около 130 человек, порядка 40 из них – представители России. В частности, приглашение выступить перед участниками клуба было направлено к главе Сбербанка Герману Грефу. По некоторым данным, на заседание клуба приглашен и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Также приглашение выступить получил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Больше 200 комбайнов и тракторов удалось в этом году реализовать крупнейшему на Кубани производителю сельхозтехники. Об исполнении специального инвестконтракта, заключенного с компанией КЛААС, говорили в Москве. В столице накануне прошел рабочий день главы Краснодарского края. Вениамин Кондратьев обсудил вопросы поддержки машиностроительной отрасли в регионе с министром торговли и промышленности страны Денисом Мантуровым. В совещании приняла участие и учредитель концерна Катарина КЛААС. За первые полгода 2017 года компания уже освоила почти 80 миллионов инвестиций. А согласно подписанному договору, аграрии могут покупать необходимую технику немецкого бренда со скидкой в 15%. Что не только делает сельхозмашины доступнее, но и снижает зависимость от западного производителя, отметил Вениамин Кондратьев. От вечнозеленых елей и молочных буренок до орехов в меду свою продукцию в Краснодар привезли сотни аграриев со всего края. Седьмая кубанская ярмарка открылась сегодня в Экспограде. В старт празднику дали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Владимир Бикетов. В торговых павильонах только то, что вырастили и произвели сами кубанцы. Ярмарка уже давно стала самой настоящей выставкой народных достижений. С каждым годом растет количество и участников и покупателей. Сегодня агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост. И сегодня бизнес с большим желанием идет в этот сектор. Чтобы эту динамику, конечно, сохранить, мы делаем беспрецедентные меры государственной поддержки агропромышленному комплексу. И в этом году эта сумма – 7 миллиардов рублей. Это и новые программы поддержки селян. Новые программы поддержки малых хозяйств. Новые программы поддержки начинающих фермеров. Ну и, конечно, мы должны их не просто освоить. Мы должны сделать так, чтобы мы их по-хозяйски использовали. Чтобы вот эта господдержка вернулась рабочими местами, налогами. А самое главное – качественной и здоровой продукцией. 13 лет назад мы вместе с вами начинали развивать мелкое сельхозтовропроизводство на территории Краснодарского края. За эти годы сотни тысяч человек создали для себя рабочие места, обеспечивая достойную жизнь. Нужно дальше объединяться, усилия слагать для того, чтобы больше производить продукции, лучшего качества, чтобы не только рынки Краснодарского края и Российской Федерации видели нашу продукцию, но с ней нужно выходить и на международный уровень. Одной из самых востребованных сфер у фермеров может стать садоводство. Сегодня саженцы плодовых деревьев занимают уже больше половины торгового павильона. Здесь же на ярмарке Вениамин Кондратьев и председатель Союза садоводов России подписали соглашение о сотрудничестве. По мнению главы региона, такой шаг поспособствует развитию на Кубани этого направления. Готовится федеральный закон о российском казачестве. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии, которое прошло сегодня в Сочи накануне Всероссийского форума казаков. Подробнее Елена Авсецина. Заседание Межведомственной комиссии по вопросам казачества станет итоговой подготовкой перед важным событием не только Кубани, но и всей страны. 5 октября в Краснодаре в столице Кубанского казачества пройдет Всероссийский форум войсковых казачьих обществ. Только в Краснодарском крае насчитывается свыше 50 тысяч казаков. Приедут казаки со всех регионов России. Общее количество делегатов свыше 400 человек. С инициативой объединения всех казаков страны выступит вице-губернатор Краснодарского края атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. Он также расскажет об идее создания Союза казачьей молодежи Кубани. И вообще поделится опытом взаимодействия власти и казачьих обществ. Но самое главное, что обсуждали сегодня на заседании межведомственной комиссии и ради чего соберутся казаки России в Краснодаре, это проект федерального закона о российском казачестве. Он будет передан в Государственную думу в конце этого года или весной будущего. Это очень важно. Есть концепция государственной политики, есть стратегия развития российского казачества 2020 года. Но это не нормативно-правовой акт. А закон это уже обязывает и субъект Российской Федерации, и муниципальное образование, как бы выполнять обязанности, которые будут внесены в требования этого закона. Мы обсуждали, как подвести экономическую базу под существование российского казачества. Обсуждали как положительные примеры, так и почему в других регионах, у других войск этого не получается. Естественно, что собрались здесь на Кубани, потому что это самые успешные казачьи войска. Примером стал Сочи, где проживает 1877 казаков. Из них 238 задействованы в охране госграницы. 50 человек сотрудничают с органами внутренних дел. Казаки патрулируют морские набережные вместе с патрульно-постовой службой и помогают сотрудникам ГИБДД в формировании пешеходных потоков в период, когда в Сочи наблюдается массовый наплыв отдыхающих и транспортных средств. Сегодня мы уверенно можем говорить о том, что казачество действительно в этой части заняло лидирующую роль. И от качества их работы мы видим, мы знаем, что благодаря именно казачеству и их активному участию в охране общественного порядка город стал действительно безопасным. И это не по оценке моей или оценке каких-то социологов, это по оценке самих жителей России. Стратегия развития государственной политики России в отношении казачества предусматривает привлечение казаков к несению военной службы в рядах войск Росгвардии, а также развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры казачества и повышение роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания «ФКТ». На мосту при въезде в хосту введено реверсивное движение. Там начались ремонтные работы. Мост расположен на въезде в хосту при движении с центра Сочи в Адлер. В ходе работ дорожники проведут замену деформационных швов и парапетно-железобетонного ограждения. Отремонтируют и покрасят балки пролетного строения и опор. Переустроят перила, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог. Завершить ремонт планируется в ноябре. Порядка 50 тысяч гостей примет участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. Это делегаты из 150 стран, волонтеры, журналисты, организаторы и персонал фестиваля. О подготовке к крупному форуму сегодня речь шла на планерном совещании при главе города. Какие задачи Анатолий Пахомов поставил перед своими подчиненными, расскажет Ольга Десятого. Такого количества иностранных гостей, какое ожидается на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в Сочи не принимал даже во время Олимпиады. Поэтому в подготовке фестиваля важна каждая деталь. Одна из главных задач – благоустройство и чистота. Не только в Олимпийском парке, где будет проходить фестиваль, во всем городе, в том числе во дворах многоквартирных домов. Гостей, а их в Сочи приедет по предварительным оценкам порядка 50 тысяч, нужно встретить достойно, подчеркивает Пахомов. Задача задач. Сегодня готовиться к тому, что будет фестиваль молодежи и студентов. И это огромное количество гостей иностранных. Этому событию будет предшествовать саммит руководителей страны СНГ. Он тоже пройдет у нас здесь. Поэтому до 10-го числа, до 10-го октября все должно быть в идеальнейшем состоянии. Это политическое мероприятие, очень важное для страны. И каких-то рисков быть просто не должно. Риски массовых заболеваний в связи с приездом гостей со всего мира тоже нужно исключить. Чтобы эпидситуация была стабильной, в городе от гриппа нужно привить 52% горожан. Это порядка 260 тысяч человек. 46% уже получили бесплатную вакцину согласно национальному календарю. Остается сделать прививки сочинцам по эпидпоказаниям, то есть тем, кто постоянно контактирует с большим количеством людей. Сегодня на планерном совещании глава города поставил задачу для представителей, для руководителей отрасли торговли, отрасли общественного питания, отрасли нашего производственного сектора. Вот для этих контингентов 25 тысяч человек нам надо привить по платному формату, по эпидпоказаниям. Зашла речь на планерном совещании и о ночной аварии на улице Медовая. Там уже в очередной раз порвался водовод диаметром 800 миллиметров. Без холодной воды с пяти утра и до середины сегодняшнего дня оставались Хоста, Мацеста, Бытха, Кудепста, а также северная часть Адлера. Причина все та же – оползень, который провоцирует стройка жилого комплекса – курортный. Буквально неделю назад мы встречались с застройщиком и нашли вариант, скажем так, решения этой проблемы, временного решения, но решения, во всяком случае, аварии должны прекратиться. Мы перенесем трубопровод порядка 200 метров, уберем с оползня и заложим там в коренные грунты. Я не знаю, почему это не делалось раньше, такое решение можно было принять и год назад, сразу. Я не знаю, почему это не делалось. Она не переносилась. Да, она не переносилась, она все время в районе оползня ремонтируется. Переложить водовод МУП «Водоканал» пообещал до 1 октября. Пообещали исправить ситуацию и ряд управляющих компаний, которые, как показала выборочная проверка, делают все для того, чтобы не бороться с комарами, а размножать их. Домоуправления захламляют территории и не откачивают воду из подвалов. Такая ситуация сложилась в почти 60% из осмотренных многоэтажек. Управляющие компании, отметил Пахомов, должны быть обязательно наказаны. Кстати, только за последнее время 4 дома управления получили взыскание от Росприроднадзора. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Очистные сооружения Бзугу со своими основными задачами справляются, но могли бы работать и лучше. В случае нормальной эксплуатации бережного отношения со стороны коммерческого предприятия «Сочи-Водоканал», которое до недавнего времени обслуживало эти сооружения. Такую оценку нынешнему состоянию бзугинских очистных дала член регионального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Нестеренко. Она побывала на этом объекте с руководителями муниципального предприятия «Водоканал». О работе этого жизненно важного объекта на курорте. Репортаж Татьяны Говорковой. Комплекс очистных сооружений канализации Бзугу занимает около 8 гектаров. Они были возведены вместо старых новогинских. Это кадры съемок в июле 2015 года. Руководители бывшего коммерческого предприятия «Сочи-Водоканал» рассказывают журналистам об уникальности сооружений и современном дорогостоящем оборудовании, которое, впрочем, до сих пор на полную мощность не применяется. К примеру, 6 куберовских тонкослойных фильтров мембранной очистки, общая стоимость которых превышает десятки миллионов рублей, были закуплены для второй очереди сооружений. Вторую очередь тогда не достроили из-за проблем с финансированием, а предназначенные для нее фильтры вот уже 5 лет стоят под открытым небом и потихоньку просто пропадают. Коммерсанты из ООО об их сохранности не позаботились. Данные фильтры хорошие, но применение материалов тканных, скажем так, не самое лучшее. Такие же фильтры есть с нержавейкой, металл-нержавейкой, который имеет тот же прозор, но более долговеченный, более качественный в эксплуатации. Мы видим, что уже какие-то тканевые элементы порваны в процессе хранения, какие-то узлы и агрегаты заржавели. И очень обидно, что дорогостоящее оборудование на сегодняшний день не эксплуатируется по своему прямому назначению. Если хуберовские фильтры можно сравнить с «Мерседесом», то этот агрегат с «Мазерати». Огромный комплекс для сушки отходов также не задействован. По назначению не функционирует и многое другое оборудование. Организация, которая эксплуатировала эти сооружения, ну, скажем так, халатно относилась к этому. Одна из линий сооружения, это 30%, выведена из эксплуатации, потому что использовалась как донор запчастей для существующих или как действующего объекта. Одни из современных аэротенков, 11-метровой глубины, с турбовоздуходувной станцией, не работают как надо, или как хотелось бы, как было задумано, потому что не проведена система диспетчеризации, контроля технологического процесса, не проведена пусконаладка, не сделан ПНР этих сооружений. Поэтому они эксплуатируют сегодня, они работают, но они могут работать гораздо лучше. Помимо первой очереди комплекса очистных сооружений, МУП «Водоканал» принял и недостроенную вторую очередь. Работы по ее достройке начнутся после Нового года. Краевые власти уже изыскали для этого необходимые средства. А пока персоналу очистных сооружений приходится выполнять свои обязанности не в лучших условиях. Инженер-химик Татьяна Леонидовна работает с оборудованием, перевезенным со старых очистных. Ну, в силу того, что строительство второй очереди, и мы это ожидаем, и ожидали все эти годы, поэтому все, что мы могли, мы делаем в наших условиях. Это оборудование уже много лет оно у нас, и, в общем-то, мы хорошо на нем работали и работаем. Поэтому вот пока у нас, ну, это уже устаревшее оборудование. По нынешним требованиям, конечно, оно желает быть лучше. В общем, работа очистных сооружений ведется во многом благодаря энтузиазму коллектива. Благодаря этим людям объект справляется с задачами. Тому подтверждение лабораторные исследования. Превышения предельно допустимых концентраций веществ определенных нет. Вода в норме очищается. По всем показателям. Очищенная вода значит чистое море. А эта тема в год экологии особенно актуальна. Реальную работу очистных сооружений Бзугу сегодня увидела член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Выводы сделаны. Создается впечатление, что руководство, ну, что несколько лет предприятию просто красили губы для того, чтобы была красивая картинка. А на самом деле внутри, как мы видим, дорогостоящее оборудование выходило из строя. А Сочи это не просто, это курорт федерального значения. Это визитная карточка страны. Поэтому это, на мой взгляд, Общероссийский народный фронт. Тем более в год экологии не может пройти мимо этой темы. Буквально через несколько дней в Сочи приедут другие представители Общероссийского народного фронта. Делегация осмотрит все важные объекты коммунально-канализационной системы города, даст оценку и затем примет все меры, чтобы Сочи действительно оставался курортом. От руководства нынешнего муниципального предприятия теперь во многом зависит, когда обзугинские очистные, наконец, заработают в полную силу. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи открылась выставка, посвященная фестивалю у молодежи и студентов. Экспозиция фестивальной «Олимп Сочи» собрана в Музей истории. Здесь полтысячи предметов из фондов музея, которые рассказывают историю самых значимых международных и всероссийских фестивалей конкурсов, проводимых на курорте во второй половине 20 века. В экспозиции также освещается участие сочинцев на всемирных фестивалях молодежи и студентов в Москве 1957 и 1985 годов. Особое место занимают экспонаты из личных коллекций сочинцев. Некоторые из них рассказывают об уникальном пласте культурной жизни Сочи, общегородских праздниках песен 1950-80-х годов, международных молодежных фестивалей политической песни, всероссийских конкурсов исполнителей советской песни. Также посетители познакомятся с широкой палитрой фестивальной жизни современного города. Это зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, фестиваль театральный «Олимп», конкурс вокалистов имени Валерии Барсовой, девятые всемирные хоровые игры, конкурс молодых исполнителей «Новая волна», музыкальный фестиваль «Крещендо» Дениса Мацуева, фестиваль джазовой музыки «Сочи», джаз-фестиваль Игоря Бутмана и другие. В Сочи стартовал учебный сезон Народного университета. Образовательной площадкой уже четвертый год становится санаторий «Знания». Слушателями курсов на этот раз стали около 100 человек категории 55+. Первым звонком, поздравлениями и напутственными словами от педагогов и основателя вуза стартовал учебный сезон. С каждым годом слушателей Народного университета становится больше. Если 4 года назад на лекции приходили не больше 30 человек, то сейчас эта цифра достигает 100. А все дело в том, что люди старшего поколения хотят продолжать свое образование, реализовывать себя и быть активными участниками общественной жизни. За 3 года обучения Любовь Смирнова уже почувствовала разницу жизни до и после. Учеба у нас чудесная. Преподаватели – это вообще асы у нас. Мы получили такую закалку, наши дети, мы стали уравновешены. Психология наша вообще чудесная. Опыт Сочинского Народного университета изучают уже в более чем 40 регионах России. Санаторий «Знания» принимает и всероссийский слет народных университетов. На этой площадке люди старшего поколения изучают английский язык, проходят курсы психологии и владения компьютером, изучают правовые и финансовые нюансы, оздоравливаются и путешествуют. Идея создать университет 55+, она родилась у Дмитрия Владимировича Богданова. Почему она родилась? По нашей сегодняшней нелегкой жизни необходима какая-то отдушина, новая в экономике, в политике, как-то определиться в этом новом мире, который сегодня заменил Советский Союз. И вот чтобы обличить жизнь людей и сделать так, чтобы это был не возраст дожития, а возраст счастья, организован этот университет. Семинары, лекции, увлекательные встречи и экскурсии в Народном университете проводятся бесплатно. Занятия проходят еженедельно по средам. В новом учебном году слушатели не только познакомятся с новыми темами, но и два раза в месяц смогут посещать зимний театр и зал органной и камерной музыки. Итоги четвертого учебного сезона подведут в мае. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Юношеский чемпионат мира по парусному спорту 2019 года в классе РСХ состоится в Сочи. Об этом заявила Всероссийская Федерация Парусного Спорта. Как отмечается такое решение, принято Международная Ассоциация Парусного Спорта в классе РСХ. В голосовании, сообщает агентство AirSport, принимали участие 26 представителей, по одному от каждой входящей в Ассоциацию страны. Для проведения юношеского чемпионата мира 2019 года единогласно был выбран Сочи. Соревнование пройдет на базе Центра подготовки сборных команд России «Югспорт». Ранее стало известно, что итальянский курорт Арболи опередил Сочи и китайский Тяньцзинь в борьбе за право провести взрослый чемпионат мира по парусному спорту в классе РСХ в том же 2019 году. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валя Денталь». Циркониевые коронки по цене металлок керамики Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте вкт.ком. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова